Нас ждет ответная игра. Мы прекрасно понимаем, что подобные матчи – это результат обеих матчей, сложенный воедино. Поэтому команда полностью готова. Все в штатной ситуации находится. Добавить и убавить нечего. Мы отдаем отчет значимости этой игры. Подтверждаем, что мы готовы к ней. Это второй ответный матч будет. Мы будем проводить его дома. Все в строю, все готовы. Есть травмированные игроки. Есть 11 человек, которые выйдут и дадут бой во втором матче. Мы готовы к ответной игре. Мы больше знаем соперники. И мы готовы к этому. Если есть вопросы, пожалуйста, давайте. Как Ваши мнения? Кэпас закроется с самого начала или попытается играть на встречный курс? Мне все равно. Абсолютно все равно, какую тактику выберет Кэпас. Я прочитал. У нас есть пресс-служба, которая показывала какие-то высказывания определенных лиц Кэпаса. Я, честно говоря, немножко был удивлен, что человек из Кавказа, взрослый человек, такое себе позволил. Но если гипотетически такое имело место быть, то я хочу сказать, что это будет недолгая драка. Я ее принимаю. И второй вопрос. Пресса Азербайджана уже вывел Кэпас за второй раунд. Что Вы думаете по этому поводу? Я хочу сказать спасибо прессу Азербайджану за то, что она оставила меня без работы. Вот им двоим мне нечего объяснить. Раньше я их заставлял разозлиться, а сейчас я буду думать, как их успокоить. Я благодарю прессу Азербайджана за проделанную работу. Футбольный клуб «Дача» официально благодарит их. Здесь Вам задают очень провокационные вопросы. Мне в Азербайджане тоже задавали провокационные вопросы. Да, но здесь нет множества из этих вопросов. Я думаю, что нужно говорить об игре. Что Вы можете сказать о завтрашнем? Я все-таки поправлю Вас немножко. Я еще раз говорю, в Азербайджане я получил тоже много провокационных вопросов, не связанных с игрой. Например, когда было сказано по поводу поселка, я извинился, Вы помните этот случай, да? Я абсолютно Вас уверяю, что мы никогда в жизни не позволили бы себя оскорбить кого-то. И там именно с таким небольшим как бы подтекстом это было сказано, но при всем при этом, осознавая, что это может кого-то затронуть, несмотря на то, что мы абсолютно не вкладывали в это никакой смысл, я посчитал правильным извиниться. Поэтому я еще раз Вас поправлю. Вопросы, которые я слышал в Азербайджане, касательно того, почему я там стою, не тренер, касательно каких-то там и так далее. Я больше провокационных вопросов, чем в Азербайджане, никогда не слышал нигде. Не, я просто хочу, чтобы Вы знали это для себя. Я Вам просто отвечаю на Ваш вопрос. Я имею в виду, Вас выйдет там... Не-не, я имею в виду подтекст этих вопросов был провокационный. Я удивление на лицах не увидел ни у кого. Вам было весело? Повеселимся после игры в Молдове. Нам весело много. Если хотите, повеселимся, нет проблем. Если выпуск выиграет, то сильнее. Но в Азербайджане, я это уверенно говорю, что, может, кое-какие журналисты дали Вам провокационные вопросы, но это один-два журналисты, это не азербайджанская пресса. Я покажу Вам выдержки из азербайджанской прессы, которые попали ко мне на стол, как от нашей пресс-службы, где написаны источники, что это азербайджанская пресса. Хорошо покажу. Обязательно. Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин. Ребят, зачем вы искажаете факты? Вы думаете, что я приехал в Азербайджан с единственной целью извиняться перед Вами? Я извинился там, где посчитал правильно. А в других случаях я не извинялся. Я и сейчас не извиняюсь ни перед игроком, ни перед капитаном, ни перед тренером. Мне не за что извиняться. Подошел капитан, повел себя по-мужски. Пожал руку и извинился. Я сказал, что все, брат, по-кавказски. Потом подошел парень, кстати, который тоже поступил в тот момент по-мужски. Я не знал, что это отец и сын. Вы думаете, что я знаю, чей кто отец, тот сын? Он тоже извинится. Я говорю, что я принял, и когда меня спросила пресса, я сказал, я сам с Кавказа, вырос в Грозном. Пожал по рукам, забыли. Но когда мне говорят, что кто-то говорит о том, что он подошел и извинился, я бы с ним подрался, я бы... Да слушайте, ребят, я вам просто... Вы читаете прессу? Почитайте внимательно, пожалуйста. Я понимаю, что я вам скажу, что просто пресса не... Скажите, это... Ваше пресса не правило перевела? Да. Ваше пресса не правило? Тогда извините, что я извините, что он неправильно перевел. Ребят, мне задали вопрос, я сказал, я думаю, что такого не было. Я вам сказал о том, что человек взрослый, человек с Кавказа, я был удивлен. Но если такое имело место быть, я этот вызов принимаю, он будет коротким, успейте на его начало. Да, мой пост изменился не в рамках встречи с вами. Пост изменился достаточно давно, чтобы вы понимали. У Дачи я весь сезон простоял на этой бровке. Я пост президента покинул еще, дай бог памяти, в прошлом году, и об этом была пресс-конференция. Просто у нас в клубе была реорганизация, мы имели одну форму собственную, сейчас переделали на другую, мне пришлось вернуться, чтобы подписать какие-то документы. Мы ее закончили, сейчас мы спортивный клуб Дачи, общественная организация, и все. Так что здесь нечего удивляться. Поверьте, мы под Киапаз никаких структурных изменений не проводили, абсолютно. Я знаю, что по дорогам Азербайджана была Формула-1, прекрасные дороги, шикарный город, хорошая кухня, много у меня там друзей, только хорошие впечатления остались. Если бы они доехали, при всем уважении к нашей республике, именно по дороге до Спеи, то там они поняли, что там можно проводить Париж-Декар. Я думал, они доедут. Поверьте, на этой территории 340 тысяч квадратных километров. 330 из них покрыты хорошими ресторанами, хорошей кухней, хорошими винными погребами, хорошими людьми, все хорошо. Не обижайтесь, но эти 3-5 тысяч квадратных километров, как там правильно сказать, да, ну там будет вам жарко. Мы вас там ждем на работу, на серьезную мужскую работу. Настраивайтесь так. Мы так настроены. Мы не подстроимся, команда нас стоит. Не, ну вы же тоже пресса, вы же тоже помогаете. Вы же их вознесли высоко. Вы же их высоко вознесли все. Кроме этого я не могу. Это же их право. Я не могу знать, что они, как они кормят футболистов, как они готовят, что они им говорят. Я говорю, это как, это личное дело каждого клуба. Они могут вообще не выйти на поле. Мы там два дня просидели, никого не интересовало, тренируемся, мы не тренируемся. Мы приехали так же в 5 часов утра, прилетели на так же, по-моему, плюс-минус тем же самым рейсом. Да, мы решили на местах, нашли поле, вышли в день игры прогуляться, чтобы мы могли немножко как бы в тонусе быть, учитывая то, что играют. Но как бы это внутреннее дело каждого клуба. Я не могу указывать Кейпазу, как быть. Если Кейпаз решил не ехать, то я думаю, в этом есть и плюсы, и минусы. Минус в том, что они не увидели поле, на котором им играть. Плюс в том, что они, может быть, устали, может быть, у них такая тактика подготовки. Это же внутреннее дело. У Кейпаза есть тренер, который... Не сказали больше? Не сказали? Нет, вам не сказали. Нет, нам вообще сказали о том, что нам много чего сказали. Если бы я не знал, что это Кейпаз, я думал, что в Барселоне играем, честное слово. Если бы я не знал соперника, имя соперника, если бы не сказали все, что попросили, вот как бы это, 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 поменять здесь, здесь разменять, здесь мячи, здесь, туда. Никогда за 8 лет, сколько вот в Молдове, никогда, ни один соперник, никогда такой райдер не просил. Если бы я не знал, что это Кейпаз, мне просто выложили бы все, что попросили, и потом как меняли, и как хотели, я бы точно сказал бы, минимум Барселона приехал. Вы думаете, что если бы сегодня здесь ваш главный тренер, он сказал бы такие вещи, вот так, уважением отношения от начала. А что вы видите неуважение? Вы хотите, чтобы я вам лгал? Вот я вам могу... Но вы же не хотите, чтобы я вам лгал, правда? Вы же хотите правду знать? Ну, команда будет говорить про команду, про соперники, вот без уважения? Нет, вы неправильно понимаете. Команда говорит о сопернике, с чувством, с чувством... Я думаю, что главный тренер был здесь, он не говорит о... Он сейчас просто приболел, вы на пару дней задержитесь, я вас с ним повстречаю, вы пообщайтесь с ним. Сегодня здесь я. Здравствуйте. Свет за землю, видим удачу в автороматоре и... Мы сделаем счет для этого. Поверьте мне, что и грузинский клуб отсюда уезжал, думая, что все хорошо у них. И азербайджанский, возможно, после 16-летнего отсутствия в Лиге Европы слишком ситуацию восприимчиво принял. Мы же не скрываем, вот давайте так, вот люди говорят, что мы там и уважение. Вот я сейчас могу сейчас сесть и сказать вам, да, хорошая команда, мы вот... Ну что, вы хотите видеть обыкновенную пресс-конференцию? Я вам по большому счету показываю то, что мы считаем. Открыто показываю. И в этом тоже, кстати, есть доля мужества, это показать, а не красивые песни петь. Поэтому я еще раз говорю, мы настраиваемся как на бой. И вам советуем сделать то же самое. Мы собираемся во второй раунд. У нас ничего не поменялось. С момента, как мы узнали о сопернике и потом с ним познакомились в Баку, ни один наш план, ни один наш мышц не поменялся. Я не буду говорить вам здесь. Вопрос игрокам. Есть мнение, что в первом матче тача игроков медленно. Вам говорили о том, что в двери следующего противостояния нужно улучшить компоненты игры или будете меняться? Конечно, после каждого матча нам говорят, где плохо, где хорошо. Поэтому всегда есть, в каждой игре есть и хорошие моменты, и плохие моменты. И вот над плохими моментами мы работаем. Каждую тренировку. Если вы выйдете в следующий круг, будут ли продолжены поиски, или будут ли вообще организованы людей в ударной линии впереди? Впрочем, место проявляется проблемное. Даже если мы не выйдем, есть такое представить. У нас эта работа не закончена. У нас трансферное окно до 1 сентября, до конца августа в Молдове. У нас есть ряд футболистов, которые мы ожидаем приезд, который никак не связан с выступлением клуба в Европе, потому что у нас задачи стоят и в чемпионате. Так что в этом плане можно не сомневаться, что работа делается. Может быть, даже те люди, которые сегодня представлены в клубах, может быть, даже некоторые из них не останутся. И такое может быть. Я не хочу сейчас... Мы сейчас перед матчем, если представить второй раунд, естественно, мы не успеем никого заявить. Если мы успеем, если мы пройдем, то все слишком. Если, если, я не хочу об этом говорить. Но если такое случится, будем думать. Дальше. Во-первых, надо понимать, что любое для Капаза, что для дачи, что для любого другого клуба, смысл выступления в чемпионате сводится к одной из задач. Это в том числе удачно выступить в Лиге Европы. Болельщики – это 12-й игрок. Я и там сказал, например, если меня спрашивают о каких-то агрессиях и так далее, я там сказал, что это болельщики, они проделали 360 километров. Там болельщики Капаза приехали 360 километров. Я сказал, да, это молодцы. Вот это называется пример подражания. Мои приехали с Ингушетии и 630 километров проделали. По дороге потеряли треть. Какой треть? Треть доехала. Треть потеряли на границах в Азербайджанской. Автобус потеряли, на такси пересели. Это болельщики. Здесь тоже есть болельщики. Да, они, может быть, менее как бы радикальны. Но я стараюсь максимально их привлечь на стадион, потому что и Капазу они были нужны, иначе они их не привезли бы. И нам они нужны. Поэтому мы будем всячески поддерживать подобные роды инициативы для того, чтобы люди были на стадионах. Я не могу вам сейчас сказать, сейчас занимаюсь вопросами команды. Можно ли щепотку того уважения, как вы же одессуете болельщикам, адресовать к нормалистам и организовать завтра микроавтобус для того, чтобы приезжать на матч? Хорошо. Сколько у вас человек? Вам нужен 50 местный микроавтобус? Или сколько мест? Скажите в клубе, какой вам автобус нужен, он его поставит. Чего вопрос есть? Коллеги из Азербайджана? Они на меня обиделись. Можно ли сказать, что то состояние, в котором вы находитесь, это гарантия на стройе команды на ближайшие матчские базы? Возьмите ролик матча, после матча Дачи-Застафони, возьмите интервью тренера Застафони после игры, вот ровно такое состояние, в котором он пребывает, мы постараемся завтра подарить это состояние тренеру экипазы. Это гарантия вам стопроцентная, что команда выйдет завтра. Тренер Застафони сказал, Дача дралась лучше. Завтра Дача, я вам гарантирую, будет драться лучше. В спортивном смысле, я еще раз говорю, мы не собираемся драться. Давайте не будем слова перекручивать. Я имею в виду, мы сейчас о спорте говорим, о футболе, ни о боксе, ни о каких-то других вещах, ребят. Вы не успеваете переключиться? У нас не... Не успеваете переключиться? Может быть, вам неприятно, но тут необходимо вспомнить об одном человеке, который вы нас очень хотели отправить в Карл Башкин. Он уехал по собственному желанию. Ну и что он же... По какому желанию он уехал? О чем вы говорите? Да я вас прошу, перестаньте, о чем вы говорите? Но это есть мнение для... Я же вам говорю, я в отличие от многих, кто здесь сидит, говорю вам то, что есть. Я не убираю слова, эти мне интересны эти пресс-конференции. Наверное, он прав, журналист, коллега. О том, что был бы здесь тренер, который переживает за свое место, что такой, как я, его уволит с работы. Там, где-то. Он скажет, не, хорошая команда, вы что, мы уважаем, мы любим, мы туда-сюда. Но это же для вас. Вы не устали от одинаковых пресс-конференций? Я вам говорю то, что есть. Тренер шерифа уволен не потому, что он захотел воссоединиться со своей семьей. Это версия для печати. И вы это прекрасно знаете. Все, всем удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok